Уже ночь Айсабеков все сидит и думает, с чего начать письмо, да и что он вообще напишет в этом письме. Так много нужно сказать, столько всего накопилось, поймет ли она его запоздалые откровения. Много лет сложной семейной жизни позади. И сможет ли она теперь после стольких взаимных обид, после бесконечных упреков, часто несправедливых, после стольких ссор и стольких примирений и, наконец, после разрыва, сможет ли она теперь трезво... Нет, не так. Сможет ли она теперь просто по-человечески понять его и простить? А если не сможет, если не поймет или того хуже оскорбится и опять начнет твердить о женской гордости, несчастной судьбе, что тогда? Айсабеков вспомнил, что называл ее претензии бабьим самолюбием. Она всегда завидовала подругам. Ты заметил? Он даже в гостях не сводил с нее глаз и не постеснялся при людях встать на колени и завязать ей шнурок на туфле. Не умею угодничать и сюсюкать не умею, отрезал тогда Айсабеков. Но при чем тут угодничество? Нет в тебе чуткости, душевности. Не знаю, как сказать, стесняешься ты, что ли, своей любви? А я не хочу так жить. Я хочу, чтобы человек, которого я люблю, не боялся открыто любить меня, иначе это унизительно. Ты просто над этим никогда не думал. И не желаю думать, времени у меня на это нет. И не понимаю, как ты при своей занятости, ведь защита диссертации на носу, способна замечать такую ерунду, кто кому шнурок завязал. С тобой бесполезно разговаривать. Ты просто ничего не понимаешь. Но теперь он понимал, понимал, о чем она говорила. И чувствовал, хотя себе не признавался в этом, что в чем-то она все-таки права. Когда она шла по улице, и прохожий задерживая на ней взгляд, Исабекову было приятно. Он тоже находил, что она женственна, обаятельна, умна, и походка ее ему нравилась. Она вообще очень красива и легко двигается. А как изящно она танцует! И какими счастливыми и юными становятся ее глаза, когда она видит, что люди ею восхищаются. В такие минуты он очень любил ее. И все-таки ему всегда что-то мешало любить ее свободно. Не раздумывая над тем, за что он ее любит, просто любить. Он смутно осознавал, что должен сделать над собой какое-то усилие, чтобы освободиться от замкнутости. И ему захотелось вернуться в свою юность. Словно именно там он оставил то, чего не следовало оставлять. Теперь Исабекову предстояло признать свою вину. Если это можно было назвать виной. Но больше его тревожило другое. Сможет ли она теперь, когда они, как принято выражаться, не сойдясь с характерами, разъехались, чтобы побыть вдали друг от друга и окончательно решить, что делать дальше? Сможет ли она перебороть себя и попытаться как-то иначе, со стороны взглянуть на прожитую жизнь? А если не сможет, значит, все? Конец? Нет. Он этого не допустит. Исабеков несколько раз брался за перо, потом бросал его, подходил к окну и подолго понуро стоял, притулившись к стене, худой, длинный, с взъерошенными волосами. Потом он отходил от окна и шел в спальню посмотреть на дочку, на Анару. Дочка спала спокойно и не подозревала, что она натворила сегодня. Эх, Анарка, Анарка, не знала она, как взбудоражила душу отца. Не знала, почему он в этот поздний час не спит. Днем он возил Анару за город. Он намеревался там, на природе, растолковать ей свои взаимоотношения с мамой. Жена решительно требовала этого в письме. Он хотел объяснить девочке, что мама в Москве не только из-за своей диссертации, а еще и потому, что им лучше жить врозь. И Анара должна решить, с кем она хочет остаться. Исабеков боялся начинать этот страшный для ребенка разговор дома. Ему почему-то казалось, что за городом сделать это будет легче. И дочь все-таки останется с ним. Не захочет уехать в Ташкент, куда собиралась перебраться жена на постоянную работу в исследовательском институте. Волга, упруго покачиваясь, стала набирать скорость. Окаймленная высокими деревьями, гладкой лентой асфальта тускло поблескивая, полого поднималась, уходя далеко в горы. Исабеков молча смотрел на отчетливо белеющие впереди вершины. Папа, можно потише? Исабеков сбавил скорость. Ты боишься? Нет, просто так. И она снова прильнула к стеклу. Ты ведь всегда любила быстро ездить. Анара не обернулась и ничего не сказала. Точно не расслышала. Исабеков глянул на ее угловатые детские плечи, проступавшие под тонким свитером, на худенькую шею с завитушками мягких черных волос и ощутил в ее молчаливой фигуре, прильнувшей к стеклу, что-то совсем незнакомое, незнакомое, несвойственное ей девочка казалось озабоченной. Может быть, она догадывается? Ведь мы часто забываем, что дети очень чутки ко всему. Но почему же она никогда ни о чем не спрашивала? Исабекова стала не по себе от этих мыслей. Нет, откуда ей знать? Не может она этого знать. Ни он, ни жена не давали ей никаких поводов. А впрочем, кто тут разберет? Самое страшное, этого он всегда опасался, исковеркать психику ребенка. Так уж устроена душа человеческая. Заморозить ее легко, отогреть трудно, порой невозможно. Может, она предчувствует что-то. Ведь он-то в детстве знал, если в доме какая беда. Никто и не подозревал, как он страдал тогда. Ну что ж, рано или поздно придется и ей узнать. Не он так мать скажет. Она прямая. Нет, уж лучше он сам. Ничего не поделаешь, дальше тянуть нельзя. А может быть, ему только так кажется. Просто она, рочка, смотрит в окно и любуется падающими листьями. А что, собственно, это меняет? Все равно надо сказать. Дорога, усеянная листьями по осеннему, пустынна. И Собеков подумал, что и в самом деле нелепо мчаться с такой скоростью. Листья, медленно кружась, тихо опускаются на землю, иные падают на капот, на секунду прилипают к ветровому стеклу, потом уносятся в сторону и летят какое-то время рядом с машиной, словно не желая отстать от нее. По обе стороны дороги лежат залитые солнцем убранные желтые поля, пожухлые обобранные виноградники, широкие зеленые клеверники. За тракторами на пахоте гоняется стая скворцов. Последние дни золотой осени. И Собеков снова взглянул на Анару. Она смотрела в окно. «Ты что, молчишь, Анара?» Девочка удивленно посмотрела на отца и ничего не ответила. «А ты вчера уроки сделала?» Она кивнула. Красиво вокруг, да? Да, очень. И Собеков смутился. Кому нужны эти вымученные, унылые вопросы? Но что с ней? Ведь обычно они так легко и непринужденно болтают. Наверное, он сам сегодня унылый. И чтобы чем-то занять девочку, он включил приемник. Робертина! Это любимая пластинка мамы. Ты его тоже любишь? Да, Анара. И мама любит? Конечно, и мама. А какая-то у меня красивая стала, доченька. И Собеков потрепал ее по голове, удивленный тем, как вдруг засветились карими золотниками ее широко раскрытые глаза. А я уж подумал, что ты на меня обиделась. Ну что ты, папа? Ну вот и хорошо. Давай послушаем. Мелодия величественно плыла над осенними просторами, словно одухотворяя собой и эту осень, и эту землю, и человеческие сердца. Наверное, в душе каждого живет жажда прекрасного. Видимо, это в самой природе человека. Но как часто мы, сами того не понимая, не бережем эту красоту? Вот и сейчас ему предстоит разрушить полусказочный и еще не окрепший мир детских представлений. А машина, тем временем огибая граду Большого Яблонево сада, свернула с шоссе к речке. Исабековы бывали здесь летом. Сюда редко кто приезжал. Речка мелкая, сквозь студеную горную воду просвечивала каменистое дно, и пляжа никакого не было. Но зато горы стояли близко, вздымаясь за пустынными увалами кряжестым седым хребтом. Оттуда сверху принесло сюда огромные валуны, на которые любила взбираться Анара. Быть может, поэтому и тянуло сюда Исабекова. Вокруг стояла полуденная тишина. Анара побежала к валунам, и ее голосишко, подражающий певцу, то затихал за камнями, то снова звенел среди них. Звуки Авы Марии не покидали Исабекова, и все вокруг казалось ему обновленным. Сад уже опустевший стоит над речкой, убранный и чистый, и будто прислушивается, не придут ли еще люди за плодами. и стога сена вдоль ограды, как памятники ушедшего лета. Они дольше всех будут хранить запах зноя. Заметив, что Анара побежала по тропе в сторону сада, Исабеков вспомнил, зачем он сюда приехал, и окликнул ее. Ты куда? В сад! Я хочу залезть на дерево! Мне надо поговорить с тобой. Ну, потом, ладно? Я быстро! И снова Исабеков стал обдумывать, что и как он скажет дочери. То, что он собирался ей сказать, казалось ему самому странным, нелепым, чудовищным. Ему стало страшно, и захотелось, чтобы Анара подольше побегала и не вынуждала его говорить то, о чем он обязан был ей сказать. И когда из сада донес ее голос, чем-то удивленный и восхищенный, он вздрогнул и сел на землю спиной к ней, опустив голову. Папа! Папа! Посмотри, что я нашла! Он не обернулся. Он слышал, как она подбегала, запыхавшаяся, разгоряченная. Анара с разбегу обняла его за шею и протянула ему большое красное яблоко. Яблоко нашла? Да. Оно там спряталось в листьях. Его совсем не было видно. Хитрое какое. А я нашла. Оно горело, как фонарик. Это самое последнее и самое вкусное яблоко. Во всем саду больше ни одного нет. Смотри, какое красивое. А пахнет как хорошо. Как солнце. Да, очень красивое. Это зимний апорт. Ты знаешь, Анара, это к счастью. Это яблоко ждало тебя все лето. Оно потому так и спряталось, чтобы никто его не заметил. А ты нашла. И тот, кто съест это яблоко, будет очень счастливым. Ешь. Знаешь, пап, как я здорово карабкаюсь на деревья. Яблони большие, а ветки такие толстые, удобные. А вот, Урюк, злое дерево. Сучьев и колючек много. А ты лазай на добрые деревья. Пап, а ты хоть раз нашел такое яблоко? И Собеков даже растерялся. Прежде чем ответить, он помолчал немного, а потом тихо проговорил. Да. Ты иди поиграй еще, а я здесь посижу. Анара побежала в сад с красным яблоком в руке, а он вспомнил о другом красном яблоке. И поразился странному, невероятному совпадению. Он тоже однажды нашел такое же красивое красное яблоко. И чуть ли не в этом же саду. Да, именно здесь, только на другой стороне сада. Там, где яблони спускаются с бугра, прямо к полям. После войны он приехал в город поступать в сельскохозяйственный институт, в тот, где сам теперь читает лекции студентам. И в такой же вот осенний день весь их курс повели утром по булыжной дороге, тогда она еще не была асфальтирована, в пригородный колхоз копать свеклу. Работали целый день, и к вечеру усталые и голодные возвращались в город. По пути вся ватага завернула в колхозный сад. Урожай давно был собран, но в траве и в ворохах листьев кое-кому посчастливилось найти несколько яблок. По-братски поделили их, съели и еще больше захотелось есть. И тут все разбрелись, пошли прочесывать сад. Однако ничего стоящего не нашли и стали выбираться на дорогу. И Сабеков, как сейчас помнит, бежал по саду, догоняя товарищей, когда вдруг в листве на ветке перед ним мелькнуло что-то яркое. Он остановился, но ничего не разглядел, подумал, что померещилось, но пробежав несколько шагов, вернулся назад, обошел вокруг молоденькой яблони, посаженной среди старых деревьев. Это нарядное деревце, в отличие от других, сохраняло еще густую бронзовую листву. Солнце золотило темный загар увядших листьев с сухим жарким блеском. Большое, в два мужских кулака, багрово-красное яблоко, может быть, единственный плод этого молодого дерева, висело заслоненное листвой на тонкой согнувшейся ветке. Несколько секунд, и Сабеков просто смотрел на это диво, потом подпрыгнул, пригнул ветку, поднялся на цыпочки и сорвал увесистый красный шар. Его обдало пахучим ароматом, даже голова закружилась под тонкой алой кожицей, просвечивала солнечная, сочная мякоть. Так и хотелось впиться в нее зубами. Он уже собрался разломить яблоко, но в последний момент раздумал. Он отдаст это яблоко ей. Как он вспомнил о ней в ту минуту! Но ведь он всегда думал о ней, об этой незнакомой девушке, имени которой он даже не знал. Как же он мог о ней не вспомнить? И уже ни о чем больше не думая, Исабеков стал засовывать яблоко в карман брюк. Из этого ничего не вышло. Тогда он отпорол подкладку на куртке, опустил яблоко в дыру и побежал догонять ребят. Они стояли на дороге в ожидании машины. Тут подоспел попутный грузовик, и все кинулись в кузов. Исабеков решил подарить это необыкновенное яблоко той незнакомой девушке. Он часто встречал ее в городской библиотеке. И, пожалуй, ради нее он почти каждый день тащился с окраины, где находился институт, в центр города. Сидя в читальном зале, он каким-то непостижимым образом точно угадывал, когда она появится. Он ждал ее всегда с таким томительным волнением, что подчас не понимал, что читает. Исабеков садился за стол против дверей, и, когда она появлялась на пороге, отрывался от книги, и глаза их на какое-то мгновение встречались. Он боялся задержать на ней взгляд, и, словно понимая его смущение, она с едва заметной улыбкой быстро направлялась к свободному месту, оставляла на столе портфель и шла за книгами. А Исабеков снова ждал, когда она, взяв книги, пройдет мимо. Она гордая, независимая, всегда опрятная и красиво одетая. Наверное, она очень умная и очень образованная. Исабеков думал об этом с восхищением и радовался, что она такая, и гордился ею. И муки и радости испытывал Исабеков от одного только ее присутствия в читальном зале. Он любил поглядывать сбоку на ее смуглый чистый профиль с аккуратно зачесанными волосами, на задумчиво опущенные ресницы, на быструю мягкую руку, все время записывающую что-то в тетрадь. И не дай бог, если какой-нибудь малый друг задерживался возле нее, или если ребята бросали ей на стол записки, и она их читала, Исабеков стискивал под столом руки и готов был броситься на всех с кулаками. Но зато как ликовала его душа, как благодарен он был ей, когда она рвала эти нахальные записки и даже не оглядывалась на шушук и не смешки. Исабеков считал, что ей здесь никто не нравится, разве что немного он сам. Ему этого так хотелось, он так об этом мечтал, что едва заметные улыбки и легкие небрежные кивки воспринимал как выражение некой симпатии к себе. Но познакомиться с ней Исабеков не решался. Она ему казалась и слишком красивой, и слишком интеллигентной. А он был обыкновенный парень изоила, студент, как и в городе не одна сотня. К тому же Исабеков стыдился своего вида. Ходил он в гимнастерке и сапогах, доставшихся ему от старшего брата фронтовика, и с его же полевой сумкой. И зиму ему предстояло ходить в шинели брата. Она появлялась в библиотеке сравнительно поздно и оставалась порой до закрытия читального зала. Когда поднималась из-за стола и шла сдавать книги, Исабеков быстро собирал свои пожитки. Библиотечные книги он сдавал заранее, чтобы не задерживаться, и выходил на улицу, перейдя на другую сторону, он ждал, когда она выйдет. И на таком вот расстоянии, следя за ней через головы снующих прохожих, он вроде бы провожал ее до дома. Жила она неподалеку, в двух кварталах от библиотеки, в большом сером доме. Проводив ее, Исабеков шагал к себе в общежитие пешком через весь город. По пути он заворачивал в городской парк. Там была танцплощадка. Если бы кто знал, как он завидовал парням, которые запросто брали девушек за руки, обнимали их за талии и кружились под музыку. Парни что-то говорили своим подругам, а те улыбались и становились от этого еще милей. И глядя вот так на танцующих, Исабеков выбирал самую красивую и, как ему казалось, самую влюбленную пару и представлял себе, что он – это он, а она – это она. Его ощущения были настолько правдоподобны, настолько реальны, что он не только танцевал со своей любимой, но даже разговаривал с ней. Эти воображаемые разговоры выглядели примерно так. Вы знаете, я ведь только ради вас прихожу в библиотеку. Да, знаю, я знаю, что вы всегда ждете меня. Я думаю о вас целый день и на лекциях, и в столовой, и в общежитии. Я сижу в кино и не вижу, что делается на экране. Если бы вы знали, как мне хорошо, когда я думаю о вас. Странно, я тоже иногда думаю о вас. Но почему вы никогда не подойдете ко мне, не заговорите, а мне и так хорошо? Если бы вы сидели в библиотеке до рассвета, я бы тоже сидел и просто смотрел на вас. А если меня станут провожать молодые люди, что тогда я не позволю, и вы не позволите. Ведь я вас люблю. А откуда вы знаете, что я не позволю? Вы не такая. Ведь вы обо мне ничего не знаете. Как же вы можете судить? Я очень верю вам. Я верю вашим глазам. Вы добрая, хорошая, самая красивая и самая умная. Ой, сколько вы наговорили, и все это правда, правда. Вечером того дня, вернувшись в общежитие, Исабеков положил яблоко в тумбочку и первым делом побежал помыться, почистить сапоги, надо же привести себя в порядок, чтобы бежать в библиотеку. Но, глянув на часы в коридоре, он понял, что уже поздно. В комнате давно все спали, а он долго ворочался в темноте, и селись представить себе, как он завтра подарит ей это чудесное красное яблоко. Он видел ее изумление и радость. Ведь такое огромное яблоко, такого цвета и такого запаха, пожалуй, не сыщешь в эту пору в целом свете. Он непременно во всех подробностях расскажет ей о своей находке, о молодой яблоньке в старом осеннем саду, и о том, что яблонька это была самая нарядная, в бронзовых листьях, темно-золотая в лучах вечернего солнца. А еще он откроет ей свои мечты и признается, как провожает ее каждый раз домой, как танцует с ней на танцплощадке и разговаривает. Она, наверное, засмеется и скажет, вот чудак! И в том, как она произнесет эти слова, в ее интонации он слышал не насмешку, а нежность. А потом они, наверное, пойдут в кино, и он будет сидеть с ней рядом. Вот если бы костюм приличный, да туфли, а то вроде неудобно в сапогах рядом с ней, но раз она умная, она не придаст этому значения. С этими мыслями Исабеков уснул. И вот, зажав подмышкой яблоко, завернутое в газету, Исабеков, наконец, отправился в библиотеку. Он пришел раньше обычного. Как всегда, занял место против дверей, разложил на столе книги, тетради и стал ждать. И, как всегда, вокруг сидели люди, склонившись над книгами, перешептывались, ходили в курилку и снова возвращались. На все это Исабеков глядел, как во сне. Он ждал. Красное яблоко, завернутое в газету, лежало у него на коленях под столом, поэтому он сидел, боясь шевельнуться. Прошло часа полтора. На улице стало темно, она не появлялась. Прошло два часа? Нет. Прошло три? Нет. Исабеков все еще ждал. Она не пришла. На завтра он снова сидел на лекциях и снова ждал вечера и снова шагал по городу с яблоком и снова с еще большим, более мучительным нетерпением ждал ее в библиотеке. А когда она появилась в дверях, Исабеков почувствовал себя оглушенным ударами собственного сердца. Как всегда, она чуть заметно улыбнулась, кажется, слегка кивнула ему и, проходя мимо, кажется, задела его рукой. Заняла место через стол от него и пошла за книгами. Исабеков сидел, пьяный от радости и пережитого волнения и дрожащей рукой придерживал под столом свое заветное красное яблоко. Потом она вернулась с книгами и принялась делать записи в тетради, как всегда ни на кого не глядя и ни на что не обращая внимания. А Исабеков ждал. И опять томительно долго тянулось время. И опять ему становилось жутко и радостно при мысли, что сегодня все-таки осуществится его мечта. Он поглядывал сбоку на ее смуглый чистый профиль с аккуратно зачесанными волосами на задумчиво опущенные ресницы и на ее быструю мягкую руку и представлял, как она улыбнется и скажет «Вот чудак!» И у него дух перехватывал от небывалого счастья. Да, он ей расскажет обо всем. О том, как он вспомнил о ней, уже собираясь съесть это красное яблоко. А вспомнил, потому что постоянно думает о ней, потому что всегда, когда он встречает в жизни что-то хорошее, красивое, ему хочется, чтобы она была рядом, чтобы она видела, чувствовала и радовалась вместе с ним, потому что только с ней он может ощутить полноту прекрасного. На улице уже горели ночные огни, читатели расходились, а она все сидела. И Собеков ждал. Потом, когда она стала собираться, он быстро сунул в сумку конспекты и, прихватив яблоко, завернутое в газету, вышел на улицу. Он не перешел на другую сторону, он остановился у выхода, не в силах унять свое беспокойное сердце. Во рту пересохло, хотелось пить, но вот, наконец, застучали по каменным ступенькам ее каблучки, и она появилась в блеклом свете фонаря, красивая, легкая, в коротком пальто. Прижимая яблоко к груди, Исобеков заставил себя сделать к ней шаг, она молча прошла мимо. — Девушка! — неуверенным голосом окликнул ее Исобеков. — Да? Приостановилась она и обернулась. Вы мне хотели что-то сказать? Наступила идиотская пауза. — Я принес вам яблоко! — выдавил из себя Исобеков. — Яблоко? Какая невидарь! Неужели вы думаете, что я никогда не ела яблоко? — Нет, понимаете, я его нашел. — Ну и что? — Не понимаю, что вам от меня надо. Раздраженно проговорила она и, не оглядываясь, быстро зашагала прочь. Она уходила от своего красного яблока. А Исобеков ошеломленно смотрел ей вслед, держа в руках свою драгоценность и не понимал, что произошло. Чудесный мир, созданный им вокруг красного яблока, внезапно рухнул. разлетелся в дребезги. Исобеков понуро поплелся домой. Вдруг он размахнулся и со всей силой швырнул яблоко в ночь. Оно где-то глухо стукнулось о стену. Он шел, как пьяный, по пустынным улицам прямо посреди мостовой. Редкие машины с опаской объезжали его. Потом у него было много знакомых девушек, но ни одной из них ему не хотелось подарить красное яблоко. Да и они этого не хотели. И все-таки оказывается была. Была одна женщина, которая всю жизнь просила, настаивала, требовала у него красное яблоко. Это была его жена Сабира. Об этом думал теперь Исабеков, сидя у ограды осеннего сада. К вечеру Исабеков и Анара возвращались домой. Быстро темнело, впереди зажигались городские огни, машина тихо катила по улицам, усеянным листьями. Исабеков достал сигарету, щелкнул зажигалкой и увидел в руках Анары красное яблоко. Как? Ты разве его не съела? Нет. Я маме оставила. Маме? Правильно. Мы повезем его маме. Больше они ни о чем не говорили. Исабеков думал о дочери, а ведь она, оказывается, все понимает. Только бы она всегда была такой. Только бы она никогда не отказывалась от своего красного яблока. Исабеков так и не написал письма. Утром, когда он спал, Анара увидала у отца на столе неотправленную еще в Москву телеграмму. Сабира, мы едем к тебе. Девочка взяла ручку и четкими буквами приписала. Встречай нас, мама. Мы везем тебе красное яблоко. Редактор субтитров Корректор А.Егорова